Если брать всю карьеру, так скажем, конечно, я, во-первых, я любил футбол с детства и играл в футбол, довольно долго играл в футбол, потом я параллельно учился, учился, у меня три высших образования, два таких института и высшая школа тренеров, то есть я довольно много времени провел, как это ни странно покажется, может быть, кому-то, за тем, что я много читал, много сдавал экзаменов, зачетов, много вообще, так сказать, выдержал испытаний. Затем я работал порядка 10 лет в клубе в юношеских сборных Латвии тренером и работал несколько лет помощником главного тренера в национальной сборной, прежде чем я стал тренером в национальной сборной. То есть не бывает, редко бывает так, что все это быстро и сразу. Ну вот так, наверное, такой путь. Хорошо помню, что кумиром у меня был в детстве Пеле и Стрельцов. Это два футболиста, один играл за сборную Советского Союза и играл за торпеда московская. И как-то вот даже мне радостно, что один футболист сейчас из сборной Латвии, Гаврач, играет в московском торпеде. Конечно, это уже не тот клуб, как был раньше, но, тем не менее, это ассоциация у меня с Эдуардом Стрельцовым. Ну а Пеле, конечно, это сильнейший футболист всех времен и народов, и пример во многом, и как футболист, и как деятель. То есть он во всех отношениях был кумиром и предметом для подражания. Ну, я вообще попробовал тренировать сборную, которая играла в финале чемпионата Европы. Это было в Португалии. Более того, я вспоминаю, что мы, попав туда, мы ставили уже задачу и с игроками, и с руководством федерации, и с моими помощниками, не просто съездить, посмотреть, что такое чемпионат Европы, а проучаствовать в нем, и более того, чтобы о нас осталась добрая память, и у нас это получилось. А в групповой стадии Лиги чемпионов, это вот то, что мне не удалось в своей клубной карьере. Я не очень жалею об этом, но все-таки вот это не удалось, хотя, работая в «Спартаке», я с командой занял второе место. Команда, может быть, вместе со мной, или наоборот, я вместе с командой, тут не разделяю команду и тренера. И мы завоевали право участвовать в Лиге чемпионов, но потом по пути мы и разошлись. Так что, наверное, это несбывшаяся мечта. Конечно, чтобы выиграть, надо забивать. Забивать голы. И, конечно, я всегда, когда работал в клубе, команде нужен баланс, и нужно тренировать всех абсолютно, и тренер, главное, отвечает за все вещи, которые в команде происходят. И за взаимоотношения игроков, и за психологию, и за физическую готовность, и за техническую, и за тактику. То есть, за все отвечает именно главный тренер. Другое дело, он может доверять больше или меньше своим помощникам определенный аспект подготовки. Но он за все отвечает. И, конечно, особое внимание я всегда уделял нападающим. И я вспоминаю свою работу в клубе, в СКОНТО. Я работал без перерыва 11-12 лет, и вспоминаю, там был Бабичев нападающий, с удовольствием работал. И Пахарь Мариан, и Верпаковский, и Колесниченко. И много было, много-много-много игроков. И я выделил только самых сильных. Конечно, я как сам бывший форвард, я кое-что знаю из своего такого опыта, которым я научился, посмотрел у других тренеров, и кое-что я могу им отдать из своего личного опыта. Но не только нападающие делают игру, а защитники. Вспомните на чемпионате Европы игру Украина и Англия, там, где Джон Терри выбил мяч из пустых ворот. Это вообще произвело революцию, определенную революцию даже в правилах и в судействе. Да, будет, наверное, введена вот эта вот фиксация голов через электронику. Но насколько ловко и классно сыграл защитник, я вот много читал каких-то обсуждений вот этого момента. И все склонялись к тому, что судья плохой, плохой, плохой. Я как-то привык в любом видеть хороший момент. Защитник он выручил, он мощный, здоровенный атлет. Как он умудрился в шпагате, в прыжке выбить мяч. Противоположность своему ходу, своему бегу. То есть, конечно, и без защитников это тоже доставляет удовольствие. Но, повторю, большее удовольствие мне все-таки доставляет забитый гол. Особенно классный гол. Вот я сейчас смотрю в чемпионате Латвии. В чемпионате Латвии вот здесь у нас рядом появился такой нападающий, как Камеш. Да, он не молодой, но он потихонечку набирался опыта. За ним приятно посмотреть. Или Шабала Валерий. Есть игроки, на которых можно ходить и смотреть. Вот это как раз тот случай. Нет, нет. Для меня, честно, откровенно говоря, никогда не было самоцелью самому забить гол. Никогда. Конечно, нападающий, он должен забивать голы. Он должен. Это его CV. Сколько игр сыграл, сколько голов. Вот. Знаете, даже шуточка ходит про некоторых нападающих, что вот нападающий форвард оборонительного плана ищет работу. Они не очень востребованы. Вот. Нужен игрок, который забивает гол. Допустим, Марис Верпаковский или Марьян Пахарь. Они сыграли, ну, кто-то больше, кто-то меньше, но около 80-70 игр за сборную. У них по 25-30 голов. То есть, каждую третью игру они забивают на высочайшем уровне. Забивали. То есть, это классные нападающие. Вот. И это вообще большая удача для тренера иметь в составе такого нападающего. И поэтому... Но, вот лично для меня не было там огорчением большим, если гол забивал Евгений Милевский, мой партнер, или Канищев, или Геннадий Шитик. Вот. Не было никаких проблем, потому что все-таки коллектив должен был работать над победой вместе, и кто-то делает последнюю точку. Но чаще всего это, конечно, должен делать нападающий. Я не люблю вообще в каких-то грезах пребывать. Вот. И... Я сейчас тренер сборной Латвии. Я очень счастлив, что я могу тренировать команду. Она для меня очень близка. Я надеюсь... Здесь важно, знаете, быть на своем месте. Вот. Знать и сборную, и знать игроков, иметь хорошее отношение, и, может быть, чувствовать менталитет. И это все помогает в работе. Вот. И я очень рад, что я надеюсь, я на своем месте. Я не занимаюсь чем-то тяжелым местом. Я бы пригласил Астафьева, Виталия. Объясню почему. Игрок середины поля, игрок, который является и мотором, и сердцем команды, который коллективный, который большой мастер. Большой мастер. И как раз вот такой игрок, он, я уверен, необходим любой команде. Любой команде. И тут большая, большая удача для латвийского футбола и для национальной сборной, что Виталий Астафьев был не только лидером, капитаном, но и таким футбольным долгожителем. Он сыграл более 150 игр, то есть он обладал фантастическим здоровьем, спортивным здоровьем. Он обладал фантастическим профессионализмом, если он смог, сумел столько игр сыграть на таком высоком уровне. Ну, конечно, сразу, сразу есть, есть образы какие-то, но это в основном успешные тренеры, да, и они все разные. Я вот, когда учился в высшей школе тренеров в Москве, нам лекции читал Бесков Константин Иванович, мэтр такой, который прошел очень много всего. У него были и взлеты, и падения за одну карьеру, и не раз. То есть нельзя сказать, что он только успешный тренер. Он все прошел, как любой человек в жизни, он не может быть. Он говорил, что какой тренер, у него задавали вопрос, а он был тренером-диктатором, да, таким ярко выраженным, и он, ну, он стал им, когда он стал уже, в общем-то, в возрасте с большим опытом. Тогда, как, и у него спросили, какой должен быть тип тренера, диктатор, демократ какой? Он говорит, не диктатор, не демократ, тренер должен быть хороший или плохой. Он может быть или хороший, или плохой. То есть, наверное, сочетание разных качеств, да. А успешные тренеры, если отвечать на этот вопрос, это Маурини, это Капелло, тот же, который сейчас в сборной России тренирует, это Анчелотти. И скажите мне, а это Гвардиола, есть у них Фергюсон, есть у них взлеты, падения? Конечно же есть, то есть у каждого. Если говорить про меня, я тренировался тоже под руководством многих тренеров, и вспоминаю Вадима Михайловича Улберга, который мне лично, как футболисту, он не читал мне лекции, да, или какие-то отрывки из мудрых книг. Но он мне давал практические советы, как игроку, как поступать в тех или иных ситуациях. И уже я должен был слушаться его или не слушаться. То есть, есть такая поговорка, которую какой-то мудрец сказал, что нельзя научить, можно научиться. То есть, от игрока во многом зависит, он использует мастерство тренера или не использует. Да? Потом я вспоминаю тренера такого, как Юрия Геевича Гусаренко, с которым я работал. Он большой профессионал-мастер. Или Ян Скределес, который сделал как раз команду Даугава. Он создал ее, и мы довольно долго играли и радовали болельщиков. То есть, значит, они могли научить игроков, или игроки могли научиться у них мастерству футбольному. Наверное, вот это самое главное. Ну, наверное, это лет 8-10 в школе у нас был, я учился в Мадонской школе, второй, средний, как сейчас помню, был тренер и учитель физкультуры Бронислав Липша. Покойный сегодня. Но вот как раз он, моих одноклубников, однокомандников, он привлек в футбол. И заниматься чем-то у меня лично не было вариантов и не было сомнений, что только в футбол. Конечно, я потом встречал на пути на своем очень много людей, которые мне помогали. Это и мой старший брат Геннадий, который меня, так сказать, поддерживал всегда и помогал в футболе. Это и мои тренеры. Я после учебы в школе поступил в политехнический институт, где была футбольная команда. И не одна, и первая, и вторая. И очень много моих таких одноклубников. Ну и, конечно, только футбол. И я считаю, что это спорт номер один вообще во всем мире. И сегодня, когда кризис бушует везде, очень интересно, что именно футбол – это самая вообще такая сфера деятельности, где интерес не падает, где рентабельность не падает, где есть деньги, где Лига Чемпионов или Чемпионат Европы – это высокорентабельное и денежное предприятие. И это очень хорошо, что вот сейчас в руководстве УЕФА Мишель Платини, который пришел несколько лет, и вот этот футбол, мне кажется, и коммерции не дал захлестнуть, хотя деньги огромные крутятся. И развиваются не только главные большие команды, но и небольшие страны, нефутбольные. Везде идет вот такой прогресс футбольный. Ну, фильмы любимые даже не скажу, потому что их довольно много. Их довольно много, и не буду оригинальным здесь. Это классика советского кино, там, где есть и кинокомедии, там, где есть и не кинокомедии, где просто советские, и латвийские, в том числе, фильмы, где есть, ну, и вряд ли они могли бы быть игроками футбольной команды, даже теоретически. Ну, конечно, это правильно, что людей интересует не только, как играет игрок, насколько он там, какой у него CV, какая зарплата у него, да, но и его личностные качества. Но тут, мне кажется, какую грань провести, это зависит от уровня журналиста, от того, кто является посредником между этой личностью и людьми, болельщиками. И, конечно, здесь многое зависит и от, повторяю, от журналиста или вот этого посредника, какую цель он ставит, насколько он сам глубоко разбирается вот в этом, да, насколько он сам глубокий человек. Вот, потому что, ну, посмотрите, частенько как бывает, чтобы привлечь внимание к какой-то заметке, нужно, ну что, нужно заголовок, нужно кричащий заголовок, чаще всего он жёлтенький. Тогда все, любой человек, и я в том числе, я тоже жму вот на эту кнопку, чтобы посмотреть, а что там на самом деле. На самом деле там совершенно о другом речь. То есть, это, мне кажется, что, отвечая на вопрос, что нужно, я вот хотел бы, чтобы где-то появилась информация, не только, что Руднев Артём, не только он идёт по восходящей как профессионал, но и то, что он, допустим, на одну из игр в Гамбурге первых, да, пригласил, пригласил из Латвии своего первого тренера. Он пригласил его. Для чего? Чтобы тот порадовался, тот увидел. Он увидел, насколько его ученик высоко, высоко вот стоит. То есть, это говорит о том, что этот Артём, он не только хороший футболист, он не только молодой ещё, как будто бы ему 24 года, он ещё не совсем созревший, да, но он уже, у него установки в голове есть, что это правильно, это хорошо. Вот это можно рекламировать. Другое дело, что это не очень, ну, для журналистики сегодня это не очень хороший пример, да, нужно что-то плохое. Нужно что-то плохое. Но меня вот это порадовал, этот факт, что я разговаривал с его первым тренером, и меня порадовал, что этот игрок не только, сейчас не думает только о себе, но и о своих, так сказать, партнёрах и своём учителе, который его довёл до этого успеха. Так что, повторяю, повторяю, очень важно, чтобы была информация, но она должна быть в определённом контексте. Грань должен вводить человек, который доносит эту информацию. Вот, а если говорить про вопросы, конечно, интересно, мне было немножко так волнительно, потому что я не знал, какие вопросы, нужно сразу среагировать, это было всё, так сказать, в прямом эфире. Вот, и вопросы, вопросы интересные, некоторые даже, вот, ностальгия у меня тут опять какая-то закралась, да, был вопрос про мою тренерскую карьеру, но я ещё её не закончил, но были ли успехи, я думаю, что были, потому что мы вышли в чемпионат Европы и там хорошо сыграли, это самое главное, мы там не были статистами. Вот, и какой вопрос самый интересный мне показался? Ну, два, наверное. Это нападающий или защитник? Кто для меня важнее? Вот, и это вечный спор, это вечный спор. Как добиться успеха? За счёт нападения, за счёт обороны, можно популизмом заниматься, давайте выпустим пять нападающих, и мы тогда всех обыграем? Нет, нужен баланс, нужен баланс. Но не даром, и это очень хорошо, что самые большие контракты у самых лучших нападающих, именно тех, кто забивает голы. Это Месси, это Рональдо, это Ибрагимович, и это только так. Ну, и хороший был вопрос про игрока, которого я бы хотел иметь в своей команде. Вот я сразу сказал, у меня сразу всплыла фамилия Астафьев. Хотя, хотя, мне повезло, я как тренер, у меня в команде и в клубе, я думаю, что я приложил к этому руку, к их прогрессу, такие игроки, как Рубин, как Степанов, как Каленько, как Юра Лайзен, как Верпаковский, Аблейделис и Марьян Пахарь. Масса игроков, с которыми мне повезло, что довелось работать с ними.